как бы планирование эксперимента да и обработки его соответственно значит в принципе ну вот те кто делал сделали значит если всех сложить коллективный разум задачу решил скажем так а вот а значит если не складывать у каждого были некоторые огрехи значит огрехи какие вот смотрите значит два условия значит первое мы обсуждали что смещение вообще говоря должны быть не очень большими да то есть у части народа получились там смещение при минимальной частоте съемки рекомендованной 150 пикселов реально это не работает значит не работает как правило из-за градиентов смещений то есть если у вас такие большие смещения то у вас градиенты смещения слишком большие для кросс-корреляции но вот на практике соответственно то есть очень большие смещения вас заставляют брать очень большую область опроса а на ней градиент смещения испортит вам всю всю работу вот ну представьте просто если смещение 150 пикселов, если, например, вы коэффициент кросс-корреляции считаете с помощью преобразования Фурье, вот, то тогда у вас правило четверти заставляет брать область опроса 600 пикселей. Это, грубо говоря, пол изображения, да, если на скоростную камеру. А вот, а значит, так вот, соответственно, то есть первое ограничение, это что смещение должны быть, ну, скажем, условно, меньше либо равны 20 пикселов. Второе ограничение, про которое не все, соответственно, подумали, ну, это смещение, да, смещение, которое мы фиксируем, вот те 20 пикселов, оно связано с вот этой вот скоростью в плоскости лазерного листа. Скорость, которая перпендикулярная, тем более она маленькая, она фактически никакого наблюдаемого смещения-то не дает. Но, чего она дает? Она дает возможность, что у вас эти частицы за время между кадрами успеют покинуть лазерный лист. До этого часть народа дошла, часть не дошла. Вот, естественно, нам нужно это предотвратить, потому что если частицы нету на одном из двух снимков, то есть на первом она есть, а на втором она уже ушла из освещенной области, она никакого вклада в коэффициент корреляции не даст. И тогда нам, соответственно, действительно надо делить вот эту вот толщину лазерного листа, 1 мм, на вот эту перпендикулярную, соответственно, плоскости лазерного листа. Скорость 1 см в секунду. Значит, и, ну, таковы условия задачи, что, соответственно, тут получается менее жесткое ограничение. То есть, чтобы не вываливалось из лазерного листа, соответственно, значит, нам достаточно 10 кадров в секунду снимать. Вот, а чтобы 20 пикселов, там, соответственно, порядка чего там было, соответственно, примерно там 150, что ли, получалось. То есть, соответственно, примерно там, а, 80, по-моему, 80 кадров в секунду минимальное. То есть вопрос, какое из ограничений будет более строгим. Вот, вот то и будет решать. Значит, теперь про, соответственно, размер области опроса. Значит, размер области опроса, если у нас, соответственно, значит, алгоритм с использованием преобразования Фурье, то нам минимальный размер области опроса заставит еще правило четверти соблюдать. Да, то есть, если 20 пикселов, то, будьте добры, 80 области опроса взять. А вот, ну, лучше, конечно, степень двойки брать, то есть, тогда реально 128. А вот, значит, а если, значит, если однопроходная кросс-корреляция, но с прямым подсчетом, соответственно, коэффициент корреляции, то решает плотность засева. Вот, потому что у нас внутри области опроса должны быть вот те самые 5-7 частиц. Иначе мы просто статистику не наберем для адекватного корреляционного пика. Вот, и мы, соответственно, эти 5-7 делим на вот эту вот 0-0-3 частиц на квадратный пиксел. По-английски это выражается довольно забавные единицы измерения PPP, particles per pixel. А вот, соответственно, значит, получаем там примерно 170. Это площадь в квадратных пикселах нашей области опроса. Ну и дальше, грубо говоря, если она квадратная, то вам достаточно сколько там? 13 на 13. Вот, понятно, да? Если прямая кросс-корреляция, там уже степени двойки ни при чем. Вот, вот примерно такое планирование. То есть, соответственно, плотность засева определяет вам минимальный, соответственно, размер области опроса, если дело не в правилах четверти. Да, то есть, если либо вы используете прямую кросс-корреляцию, либо у вас маленькие смещения, соответственно, об этом беспокоиться не надо. Смещение в 20 пикселей это как бы тоже такой эмпирический стандарт? Это условный стандарт, да. То есть, стараются, чтобы максимальное смещение было в промежутке 10-20 пикселов для кросс-корреляции. Реально, на самом деле, ограничивает не само смещение, как правило, а его градиент. То есть, часто приходится, наоборот, занижать смещение, потому что градиенты очень большие становятся. А регулируется и то, и другое интервалом между кадрами. Так, ну вот, соответственно, сейчас тогда, по-моему, мы вот тут в прошлый раз закончили. Значит, на обсуждение как раз последствий градиентов смещения. А вот, значит, и вот если в PIV градиент смещения приводит только к тому, что соседние частицы, которые попали в одну область опроса, сдвигаются по-разному, и кросс-корреляции не удается их совместить, все одновременно, все их изображения, и из-за этого страдает кросс-корреляционный пик вплоть до развала на двое. Вот, то в теневом фоновом методе, поскольку те изображения, которые мы получаем, даже если у нас фон из вот таких вот случайно расположенных пятен, которые похожи на PIV изображения, но это же не изображение каких-то твердых частиц. Это просто, значит, фон, который мы видим через оптически неоднородную среду. Вот, и, соответственно, изображения этих пятен, они деформируются. Вот то, чего есть, соответственно, в теневом фоновом методе и нету в PIV. Значит, ну вот, как пример, это синтетическое изображение. Вот тут вот в центре возмущение вот такое вот, соответственно. Ну, тут показано смещение, да, вот такое вот треугольником. Слева, справа ноль. И с большим градиентом, соответственно, узкий слой. Такие тесты имитируют измерение тонких тепловых слоев, да, или ударных волн. А вот, и, соответственно, мы видим, что там, где это дело происходит, у нас несколько вытянутые как раз в направлении градиента смещения изображения пятен. Вот они были, значит, легко видеть, что слева, справа они такие квадратные. А вот, а посередине они немножечко прямоугольные, они уже вытянутые. А вот, значит, к чему это все приводит? Значит, это приводит к тому, что если градиент смещения слишком большой, то есть порядка там 0.35-0.4 пикселов на пиксел, то кросс-корреляция не справляется. И, как видите, вот, соответственно, вот синее это истинное решение. Это то, что мы задали, когда создавали изображение. А вот, а красное это то, что нам наопределял кроткорреляционный алгоритм. Мы увидим, что мы промахиваемся в пике, соответственно, мы занижаем амплитуду возмущения смещения. Вот. И на самом деле, что касается теневого фонового метода, наша цель-то не само смещение. Наша цель-это показатель преломления. А он, грубо говоря, равен интегралу от смещения. Поэтому, если бы мы промахнулись мимо вот этой вершинки, занизили ее, но при этом размазали этот пик пошире, чтобы интеграл был истинным, все было бы замечательно. К сожалению, как видите, ситуация не такая. То есть мы, занижая максимальное пиковое значение, мы занижаем и перепад показателя преломления, то есть интеграл от соответствия. Но тут в виде плотности это нарисовано для газа. Вот. Значит, это приводит к тому, что перепад у нас будет неправильный. И при решении уравнения Пуассона, собственно говоря, вот где-то, допустим, значит, с одной стороны от ударной волны у нас есть невозмущенный газ, и, соответственно, есть граничные условия опорные для показателя преломления. Дальше мы идем до фронта ударной волны, переходим через него, переходим с заниженным, из-за слишком большого градиента смещения, соответственно, с заниженным перепадом показателя преломления и плотности, и все по другую сторону ударной волны у нас уже будут неправильные значения плотности. Хотя там смещения уже будут маленькие, градиенты смещения маленькие, то есть ошибка в плане показателя преломления и величин с ним связанных, то есть плотности, температуры, в теневом фоновом методе не локальная. Да, из-за того, что, значит, процедура решения уравнения Пуассона, она тоже не локальная. Мы, грубо говоря, интегрируем получившийся профиль смещения. Это большая проблема. Для всех, кто меряет либо ударные волны в газах, либо, соответственно, на самом деле даже не очень тонкие тепловые слои в жидкостях, или диффузионные тем более. В жидкостях гораздо выше чувствительность, поэтому всегда приходится бороться именно с огромными градиентами смещения. Значит, ну вот результат подобных тестов с треугольным смещением. Значит, то есть мы можем варьировать наклон вот этого клинышка, соответственно, значит, градиент смещения заданный в пикселах на пиксел, и смотреть, насколько точно мы воспроизводим, соответственно, интеграл от смещения. То есть в реальном эксперименте это был бы перепад показателя преломления. Значит, ну и вот скачок плотности, например, тут нарисовано примерно то же самое, для разных фонов, ну и случайных точек, и из вивилет шума состоящий, соответственно. Вот. И вообще говоря, результат тот, что кросс-корреляция начинает сбоить, когда градиент смещения превышает 0,35 пикселов на пиксел. Значит, примерно это совпадает вот теоретическому аргументу Джерри Вестервилля о том, что, соответственно, когда разница смещений пятен, попавших в одну область опроса, становится больше, чем размер пятна, вот тогда неприятности. Вот. Примерно это так. Вот. Значит, при этом немножечко пройти дальше по градиентам смещения можно, если применять, соответственно, методы продвинутые с деформацией изображений. Значит, ну вот тут иллюстрация, соответственно, из работы испанской группы. А вот, значит, ну это с синусоидальным смещением, а не с треугольным. А вот. Но, значит, видно, что вот их метод, соответственно, с большими, обратите внимание, областями опроса, то есть, казалось бы, на маленьких длинных волн возмущений должны быть большие проблемы, потому что, соответственно, ну максимальный градиент смещения это при амплитуде двойка 4P делить на лямбда. Вот. Ну и, соответственно, когда лямбда приближается к 20, например, соответственно, значит, уже получаются такие порядка 0,6 градиенты смещения, то есть большие. Вот. Ну, значит, погрешность, естественно, растет при этом. Но растет не так быстро, как даже, соответственно, ну вот без деформации изображения, например, даже с куда меньше областью опроса 16, на которую градиенты смещения влияют гораздо меньше. То есть, вообще говоря, чуть-чуть пройти дальше, методы с деформацией изображения позволяют. Проблема их в чем? На первой своей итерации они действуют точно так же, как методы без деформации изображения, как нормальный однопроходный кросс-коррегуляционный метод. Дальше они получают оценку поля смещений и на ее основе деформируют изображения, чтобы пытаться обработать их дальше. Если новая пара изображений ближе друг к другу, чем исходные, то все хорошо дальше итерациями, соответственно, можно будет уточнить решение. Проблема в том, что при больших градиентах смещения оценка смещения на первом проходе, она может оказаться настолько неправильной, что изображения ухудшатся, а не улучшатся. И дальше будет только еще труднее. И тогда никакому разумному пределу алгоритм не сойдется. Поэтому деформация изображения — это не панацея. Еще одна иллюстрация, уже не на синтетическом изображении, а на реальном. Значит, это вот мы снимали, соответственно, конвекция в воде, значит, вблизи вертикальной нагретой пластины. Ну, классическая конфигурация, там есть автомодельное решение, с которым можно сравнивать. Значит, и вот, собственно, увеличенные фрагменты двух изображений. Да, опорный снимок, когда наш фон вот тут, он не хаотичный, он, соответственно, периодически вот такой напечатан, на нем еще лучше это видно. Вот. Так вот, смещение максимально прямо у поверхности пластины. А вот градиент смещения, он максимален не прямо у поверхности, а в двух-трех миллиметрах от поверхности пластины. Вот тут. И вот тут вы можете просто видеть, что точки, которые были нормальными, такими кругленькими, вот тут видна полоса, где они очень заметно деформировались. Вот. Ну и в зависимости от величины нагрева мы получаем либо вот это случай, когда все хорошо у кросс-корреляции, да, и поле температуры такое гладкое, значит, смещение мы близко к истинным получили. А вот. А если увеличим нагрев, обратите внимание, нагрев увеличили, температуры должны бы были пойти кверху, а вместо этого мы наблюдаем, вот у нас в части областей опроса определилось смещение более-менее правильное, а в части алгоритм просто дико занизил смещение наблюдаем. Вот. И в результате у нас образуется вот такой вот крайне неоднородный слой, никакой турбулентности при этих параметрах еще нету, поэтому это просто вот дефект кросс-корреляции. И сильное занижение максимальной температуры. Значит, ну вот то же самое, соответственно, в зависимости от мощности нагрева, это из диплома Алексея Владимировича Пуштаева, вот нашего сотрудника теперь. Значит, соответственно, вот градиент смещения в том сечении, в котором строим горизонтальный профиль смещения слева температуры, извините, температуры слева смещения справа. Вот. И мы видим, пока градиент смещения умеренный. Ну, чуть-чуть мы ошибаемся, да, теория это вот, соответственно, автомодельное решение. Вот. Но на температуре это почти не сказывается. То есть профиль температуры правильный. Значит, дальше увеличиваем, видите, 0,45 пикселей на пиксель. Сначала на профиле смещения уже видно, что ошибка. А вот. Но при интегрировании она немножко компенсируется, поэтому, соответственно, профиль температуры по-прежнему правильный. А вот близкий к единице градиент смещения. Это катастрофа, да, то есть кросс-корреляция резко занизила пиковое смещение. Вот оно должно быть, видите, в жидкости, какие огромные бывают. Грубо говоря, 75 пикселов. Соответственно, максимальное смещение истинное. Ничего похожего мы не видим. Мы не видим больше, чем 35. А вот. И в результате, естественно, очень сильно занижается максимальная температура. Вот. То есть видно, что начиная с какого-то момента, где градиент смещения стал невыносимый, кросс-корреляция просто оп, сошлась с дистанцией. Вот. Значит, при этом обратите внимание, это вот очень сильно вымученные параметры, соответственно, обработки. Значит, во-первых, это прямая кросс-корреляция. Ей легче в этом плане, потому что никакое правило четверти не актуально для нее. Иначе, представляете себе, у нас максимальное смещение, но вот даже тут, соответственно, в районе 40 пикселов, нам бы пришлось в области опроса класть 160. Градиент смещения нам бы все бы испортил при таких размерах. А тут, видите, значит, либо 64 на 64 и аж 5 проходов с измельчением области опроса, либо вовсе для больших смещений 128 на 128 и 6 проходов. При этом еще и на последнем проходе они, соответственно, располагаются с наложением, так что итоговое поле смещения мы получаем на решетке с шагом 2 пиксела. То есть, чтобы насколько возможно улучшить пространственное разрешение. И все равно вот это реальный предел для кросс-корреляционного метода. Вот. Значит, ну вот, раз кросс-корреляция иногда не справляется, значит, понятно, надо посмотреть, а какие есть альтернативы. Вот. Значит, не справляется она ровно так же иногда и, соответственно, в PAV при измерении скорости. То есть, представьте себе тонкий погранслой. Соответственно, там, в отличие от BOSS, максимальные смещения и максимальные градиенты смещений не коллинеарные, а, как правило, и перпендикулярные друг к другу. Но проблема остается. Если у вас изображения частиц, которые попали в одну область опроса, смещаются сильно по-разному, то кросс-корреляция лапы кверху. А вот. Так вот, значит, первая же альтернатива, это, грубо говоря, то, как человек сравнивал бы два PAV-изображения. Да? Человек, естественно, не стал бы по пикселам считать сумму, которую мы называем коэффициентом кросс-корреляции, да, и искать ее максимум. Вот. Человек бы ткнул пальцем, ага, вот, значит, изображение какой-то частицы, дай-ка я в окрестности этого места, на втором изображении поищу, нет ли еще одного. Вот, когда то же самое делает компьютер, это называется particle tracking велосимметрии, PTV. Значит, ну, на русский можно перевести как? Слежение за отдельными частицами. А если делается много кадров, соответственно, с хорошим разрешением по времени, сейчас это научились делать, то, соответственно, отслеживание траекторий частиц. То есть можно не просто вот навести соответствие первое, второе, а можно построить целую длинную траекторию. Вот. Ну вот недавно вышла книжка, которая пытается обобщить опыт, соответственно, PTV. Значит, скажем так, особенность заключается в том, что в отличие от кросс-корреляции, трудно сказать, что такое мейнстрим. То есть вот кросс-корреляции, я вам показывал как бы некую вот цепочку алгоритмов, да, базовый самый простой, чуть-чуть посложнее растущий над этим базовым, и более продвинутый, еще одно дополнение, соответственно, к стандарту. Так вот, в PTV зоопарк алгоритмов огромный. То есть более-менее сколько есть групп, занимающихся PTV, примерно столько же есть и алгоритмов. У каждой группы по своему алгоритму, да еще и не по одному. А вот. Поэтому на самом деле книжка полезна в том, что это хоть какой-то путеводитель в этом зоопарке. А, значит, тем не менее, значит, есть всегда основные этапы обработки, и разные алгоритмы, собственно говоря, предлагают просто некоторые альтернативы для каждого из этих этапов. Да, то есть можно набрать себе такой составной алгоритм, взять что-то от каждого. Значит, этапы обработки какие? Значит, ну, первое. Если вы хотите отслеживать именно отдельное изображение частиц, а не смещение групп частиц, как в кроскорреляции, да, то вам нужно объяснить, соответственно, компьютеру, что вы называете изображением частицы. Значит, то есть первый этап — это бинаризация. Надо разделить. Ну, вот если у нас типично изображение представляет собой яркие изображения частиц на темном фоне, надо для каждого пиксела сказать, к чему он, по нашему мнению, принадлежит. Да? К изображению какой-то частицы или к фону. Вот. И, соответственно, что касается изображения частиц, объединить, соответственно, пикселы, принадлежащие каждому изображению частицы и пронумеровать, что вот это изображение частицы там первое, второе, третье и так далее. Вот. Естественно, поддерживая связность. То есть вот есть изображение частицы, это подразумевается, что есть группа соседних друг с другом пикселей, которые его составляют. Вот. Значит, это первый этап, он довольно творческий. В первую очередь потому, что, ну, как бы, освещение это часто неравномерное. То есть при совсем равномерном, соответственно, гораздо легче, потому что вы можете просто порог некой яркости задать, ниже этого фон, выше этого частицы. Связанность навести легко. А вот при неравномерном освещении возникают сложности. Значит, второе. Надо найти центры полученных пятен. Собственно, смещением мы будем считать разность координат, соответственно, этих самых центров на первом и втором изображении. Вот. Не такой творческий, хотя тоже есть некоторые варианты. Вот. Значит, чаще всего используется центр масс. А, значит, дальше самый творческий этап, из-за которого происходит огромное разнообразие алгоритмов. Это надо найти соответствие между изображением какой-то и той частицы на первой картинке в паре и на второй картинке. Вот. Значит, ну, представьте себе вот такую плотность засева, и вы поймете, насколько это тяжело. Особенно, если смещение большое. Да? То есть, ПТВ-алгоритмы стандартно работают, вообще говоря, они любят малые плотности засева. Потому что, если у вас одна частица и вблизи нет никого, то вы смотрите на втором изображении примерно в ту же точку, находите первую же частицу и, скорее всего, это она, а не какая-нибудь другая, потому что других просто близко не было. А вот. А вот при больших плотностях засева это становится нетривиальной задачкой. А вот. Значит, ну, после того, как мы установили, дай бог правильно, в соответствии отдельных изображений частиц, соответственно, значит, смещение просто вычисляется как разность координат центров там и там. А вот. А значит, четвертый этап. Значит, если ваша конечная цель не само поле скорости, да, а какая-то величина с ним связанная, да, соответственно, ну, например, поле завихренности, да, завихренность — это ротор от скорости, значит, нам надо уметь дифференцировать. А дифференцировать вот точки, которые как-то раскиданы в пространстве, довольно затруднительно. Поэтому, значит, такой опциональный этап — это если нужно, надо проинтерполировать это поле смещения на регулярную сетку. Ну и если, значит, ну, потому что PTV определяет, естественно, находит смещение не как кросс-корреляция в центрах областей опроса, а просто в тех точках, где случились частицы. Это точки, случайным образом, раскиданные в пространстве. Вот. Поэтому надо тогда, соответственно, проинтерполировать на регулярную сетку, ну, например, если это не измерение поля скорости с помощью PIV, а если это теневой и фоновый метод, и нам следом еще решать уравнение пуассона. Да? Решать уравнение пуассона нужно иметь поле смещения на регулярной сетке. Ну вот. Значит, ну вот, еще разок, чтобы вы понимали, разность в подходах, то есть кросс-корреляция находит наиболее вероятное смещение того ансамбля частиц, который попал внутрь области опроса на первом кадре. Естественно, они смещаются немножко по-разному. Вот. Естественно, ну вот, например, как показано на рисунке, внутрь сдвинутой области опроса могли вплыть еще какие-то частицы из соседней. Но если у нас достаточно частиц, которые сдвинулись более или менее одинаково, то мы получим хороший, высокий кросс-корреляционный пик, который нам даст это самое наиболее вероятное смещение. Не среднее, обратите внимание, а наиболее вероятное. То есть кросс-корреляция, это процедура такая, похожая на голосование среди частиц. Каким быть смещением? ПТВ следит за отдельными частицами. Поэтому, если тут плотность засева чем больше, тем лучше, то тут, вообще говоря, чем меньше, тем лучше. Но тогда пространственное разрешение будет плохим. То есть, видите, если у нас, грубо говоря, в ту же ячейку попадает всего одна частица и сдвигается, оставаясь в пределах этой ячейки, никаких проблем, мы ее найдем, нам не с кем ее спутать. А вот если смещения большие по сравнению с расстоянием между соседними частицами, у нас проблемы. Наши частицы-то все одинаковые, мы их не различим. Значит, ну вот формально для самого простейшего метода, это метод ближайшего соседа. Да, вот на третьем этапе, когда мы устанавливаем соответствие между изображениями частиц, максимальное смещение должно быть меньше, чем половина расстояния между частицами. Иначе можем спутать. Вот. Значит, что касается пространственного разрешения. Значит, петивишники очень любят говорить, что тогда, когда кросс-корреляция находит один вектор смещения на группу из минимум 5-7 изображений частиц, они, петивишники, находят один вектор на частицу. То есть теоретический максимум в ПАВИ больше найти нельзя. Это правда. Но, как водится, не вся. Вся правда заключается в том, что они хорошо умеют это делать вот на таких неплотных заселах. А если история вот такая, как любит, соответственно, кросс-корреляция, то ПТВ выдает огромное количество ошибочных векторов, потому что происходит путаница между изображениями близко расположенных частиц. Где одна на первом кадре, на втором и так далее. Вот. Поэтому на самом деле реальное пространственное разрешение, ну, по итогам ПАВИ-челленджей оказалось лучше даже у кросс-корреляции. Хотя там условия были не совсем соревнования честные, потому что изображения были оптимизированы скорее в сторону кросс-корреляции. То есть там были большие плотности засела и, соответственно, не очень большие изображения частиц. Вот. Такой вот принципиального выигрыша в пространственном разрешении ПТВ точно не дает. Значит, ну вот пройдемся немножко по основным альтернативам. То есть рассказать вам все ПТВ-шные методы, я не знаю, не хватит и пары лет. Вот. Соответственно, но некоторые основные альтернативы на каждый из этапов вот этой обработки. Значит, этап первый — бинаризация. То есть нам нужно разделить все пикселы в изображении на пикселы изображения частиц пронумерованных и, соответственно, пикселы фона. Значит, ну, первый, самый банальный подход. Это понятно, надо, соответственно, спросить у пользователя, пусть задаст порог по яркости. Все, что темнее этого порога, будет фон, все, что светлее, будут пикселы, принадлежащие изображениям частиц. А связанность мы потом наведем. Значит, минус очевидный, если у вас яркость, соответственно, не одинаковая по полю кадра, да, там есть какая-то затененная область, а может быть, лазерный лист может просто не добивать, если среда достаточно мутная, да, поэтому там, где он заходит, у вас ярче, а дальше будет темнее. Значит, потом, что касается импульсного света, у вас на первом и втором кадрах яркость может быть не одинаковая, потому что у лазера не получились одинаковые импульсы. Вот. И так далее. То есть, вообще говоря, проблемы с освещением вполне типичны для PIV. А вот. Значит, как тогда поступать? Значит, ну вот профессор Кацуо Оми, соответственно, из Осаки, вот, с автором, значит, предложил в свое время идею динамического порога. А вот, это тоже порог по яркости, но, соответственно, чуть-чуть усовершенствованный. То есть, сначала действительно задается определенный пользователям порог яркости, проводится какая-то черта. Ну вот, пример, соответственно, у нас, видите, несколько изображений частиц. Одно из них более яркое, второе чуть менее яркое, два остальных потемнее. И если мы просто зададим вот такой порог яркости, да, у нас будет четыре частицы. Но некоторые из них будут заметно крупнее, чем другие. Да, например. Если мы считаем, что это, соответственно, что частицы-то были одинаковые, просто из-за неравномерности нашего освещения, это не очень хорошо. Вот. Так вот, предлагается что? Значит, установить порог яркости, найти связанные области, то есть, собственно, наше изображение частиц, и для каждой рассчитать среднюю яркость. И дальше, если она превышает вот тот заданный порог более чем на еще одну заданную величину на порог контраста, вычесть из яркости всех пикселов этой связанной области единицу. То есть, чуть-чуть опустить это дело. Вот. Ну, вот так это и происходит. То есть, дальше продолжаются итерации до тех пор, пока, естественно, значит, каждая область не начнет средняя, ее средняя яркость не начнет превышать порог не более чем на вот этот вот порог контраста. Вот. К чему это приводит в идеале? В идеале это приводит, как видите, то есть, мы немножко опустили вот эту и вот эту области, среднюю яркость в них, так, что они достигли, соответственно, на средней яркости остальных, а при этом, когда оно спускалось, естественно, пограничные пикселы, они уходили в фон. Вот. И поэтому размер изображения частиц у нас тоже более-менее сравнялся. Вот. Значит, это частично решает, соответственно, проблемы с неравномерным освещением. Значит, еще один вариант, который, видите, очень давно предлагался, на самом деле, не часто используется. Вот. Это построить гистограмму яркости. Ну, собственно, как в цифровом снимке, значит, на камере она видна будет. А вот. И воспользоваться тем, что у нас распределение, вот это оно бимодальное. То есть, у нас много темного фона, поэтому в первую очередь вы увидите, соответственно, некое распределение, соответствующее фону, скажет его просто больше, и небольшой печок, соответствующий частицам, наоборот, в яркой области. Вот. И тогда можно сначала высочайший пик на гистограмме аппроксимировать функции Гаусса, соответственно, значит, дальше вычесть это из гистограммы. А вот. Значит, и остаток тоже аппроксимировать функции Гаусса. То есть, первый Гаусс это фон, второй Гаусс это частицы. А дальше посчитать точку пересечения этих двух Гауссовых функций, то есть, где, соответственно, доля фона и, соответственно, частиц выравнивается. А вот. и, соответственно, то есть, вероятности, где двух функций равны. Вот. И это будет автоматически определенный порог. Не отдавать на откуп пользователю. Вот. А, значит, минус этого дела заключается в том, что реально, в реальных пи-и-и-снимках обычно все-таки фона гораздо больше. И особенно в пяти-вишных снимках, чем частиц. Поэтому во втором Гауссе будет много шума от первого Гаусса. Там аппроксимация будет не очень точной. Значит, четвертый подход наоборот довольно часто используется. И, как ни странно, он использует кросскоррелационный метод. Но с очень ограниченной целью. Значит, то есть нам просто нужно в изображении выделить, грубо говоря, центры такие пиксели, которые будут ядрами изображений частиц. Вот. Где находятся частицы. А вот. Значит, для этого берется дополнительное изображение, небольшое, соответственно, например, 5 на 5 пикселов, вот, в котором яркость задается вот такой гауссовой маской. Ну, от иксов и игреков это просто, соответственно, в радиальном направлении, убывающий от центра, соответственно, яркость. С характерным, соответственно, радиусом сигма, ну, например, 3 пиксела. А вот. Значит, и дальше считается коэффициент корреляции. Вот эта маска перетаскивается по всему полю изображения и для каждого пиксела, на котором она центрована, считается коэффициент корреляции. Значит, идея заключается в том, что там, где изображения частиц, они тоже радиально симметричные примерно. Вот. И яркие. Поэтому там корреляция с вот этой маской будет довольно большая. Реально порог по коэффициенту корреляции можно задать, например, 0,7. Вот. И, соответственно, пикселы, в которых таким образом посчитанный коэффициент корреляции, будет больше, чем 0,7, соответственно, будут считаться ядрами частиц, что вот тут есть изображение какой-то частицы. Вот. А, значит, основан, на самом деле, метод на том, что вот этот вот порог, он практически не зависит от радиуса частицы и, соответственно, радиуса маски. Иначе нам пришлось бы так перетаскивать маски с разным сигма, это было бы очень неудобно. Вот. Значит, а в чем плюс этого метода, почему он частенько применяется на практике, плюс заключается в следующем. Значит, во-первых, если у вас очень близко друг от друга находятся, соответственно, две соседние частицы, так что их изображения частично перекрываются, значит, в реальности они могут, на самом деле, не так и близко друг к другу находиться, они могут находиться в разных сечениях в пределах лазерного листа. Понятно, да? Но на наш кадр они проецируются как нечто очень близкое. Так вот, он позволяет их разделить, найти два отдельных ядра. Во-вторых, на практике в ПАВИ частенько бывают всяческие линейные дефекты. Ну, типа блика на хорошо полированные стенки. Вот. Они не обладают радиальной симметрией, несмотря на то, что они яркие. И поэтому, соответственно, значит, способ с корреляционной маской их отсеивает, он не считает их за изображение частиц. Вот. Но сохраняются, естественно, любые шумные пики с круговой симметрией, в частности, дробный шум, соответственно, матрицы, битые пикселы и тому подобное. Вот. Поэтому все равно понадобятся дополнительные фильтры. Вот после того, как вам корреляционная маска найдет ядра изображения частиц, все равно надо будет смотреть, может быть, какие-то из них находятся очень близко, например, друг к другу. Тогда, скорее всего, они в пределах одного изображения частиц. Это просто разные точки одной и той же частиц. А вот. Значит, еще варианты. Ну вот, соответственно, вариант, который, в частности, мы использовали в пятивишном теневом фоновом методе, то есть там, где отслеживаются, соответственно, положения отдельных пятен, нарисованных на фоне. Значит, Михеев, Зубцов, кстати, наши люди, соответственно, из Иркутска. вот, значит, это вот вариант такой, значит, отращивания изображения частиц из зародышей, которые могут быть найдены по-разному. Значит, ну, например, самый простой способ, можно просто для каждого пиксела проверить соотношение его яркости и его восьми ближайших соседей, то есть по сторонам и по диагонали. Если у центрального пиксела яркость максимальная, можно считать его зародышем частицы. А можно, например, корреляционной маской пройти. Да, для начала. Значит, в результате мы получаем вот эти самые ядра частиц. Вопрос, как дальше отрастить от них полное изображение. Значит, ну вот, предлагается, как сделать. Значит, мы проверяем итерационно каждый соседний пиксел. Если яркость между ним и, соответственно, центральным убывает не более, чем в сколько-то раз, то есть задаем порог, опять же, убывания яркости, то мы считаем этот пиксел принадлежащим, соответственно, к изображению этой частицы. И идем дальше, отращивая уже и от него тоже на следующей итерации. Итак, пока у нас яркость не начнет падать резко, это будет считаться краем частицы. Опять же, как видите, довольно много всяких настроечных параметров. То есть это для PTV, вообще говоря, характерно. Значит, то есть, если кросс-корреляция может работать с изображениями, ну, самыми разными, а вот, то в PTV вам сначала приходится объяснить компьютеру, соответственно, что вы имеете в виду под пятном или изображением частицы. Значит, ну вот, соответственно, да, еще один вариант, как после того, как вы, ну, например, с помощью просто задного порога сказали, что эти пикселы у меня принадлежат изображениям частиц, а эти фону, как навести связность. На самом деле, метод очень простой. Значит, можно просто однократно пройти по всему изображению, сначала по строкам, соответственно, потом вот спускаюсь все ниже и ниже по этим строкам, то есть порядок вот такой. Значит, я иду, скажем, по верхней строке изображения вот так вот. Вот у меня отдельные пикселы. Вот, иду по ней, потом, соответственно, спускаюсь на вторую и иду по ней. Значит, например, я рассматриваю вот этот вот пиксел в данный момент, который у меня яркий, то есть он принадлежит изображению какой-то частицы, но мне нужно либо существующие частицы его приписать, да, либо, соответственно, завести новое изображение частицы, что это первый встречный мною пиксел этой частицы. Я к этому моменту из его соседей уже, видите, раз, два, три и четыре, то есть всех трех верхних и левого прошел. если хотя бы один из них принадлежит изображению какой-то частицы, то поскольку этот его сосед, я просто беру и дописываю его, соответственно, к изображению этой частицы, то есть присваиваю ему ту же самую меточку, что и те. если все четыре этих это пиксел и фона, то я говорю, а этот яркий, соответственно, то я говорю, все, у меня новое изображение частицы и завожу следующую метку под него. И вот так, то есть мне достаточно один раз пройти по всему изображению и у меня, соответственно, получится связное изображение частиц таким образом. Значит, ну, в любом случае, как видите, при том, что вариантов много, соответственно, значит, бинаризации, а после любого из них неизбежно надо применять дополнительные фильтры по яркости, да, соответственно, по размерам изображений, ну, например, соответственно, битый пиксел матрицы легко распознается, потому что он, скорее всего, один в своей окрестности, да, и это не изображение частицы, которое должно быть крупнее. хотя, например, соответственно, корреляционная маска их вам запишет в частицы, да, значит, по расстоянию до соседнего, потому что, если они очень близки, даже если это реальные частицы, лучше одну из них выкинуть для того, чтобы потом избежать путаницы, соответственно, на этапе наведения соответствия между первым кадром и вторым, да, то есть, на самом деле, бинаризация это важный такой трудно алгоритмизуемый процесс, вот, в которой нужно человеческое вмешательство, то есть, нужно смотреть картинку, какие пикселы у вас приписались, соответственно, частицам, какие фону, вот, и сильно влияющие на точность того, что будет после этого, потому что, например, если вы сделали, разбили изображение какой-то крупной частички, соответственно, на отдельные изображения, принадлежащие, соответственно, как бы ее частям, то дальше будет проблема, они же очень близки друг к другу, поэтому вы начнете их путать на этапе соответствия, да, они сдвинулись одинаково, поэтому, в принципе, ошибка будет не очень большая, вот, но тем не менее она будет, значит, второй этап более простой это определение, значит, что вы будете считать за центр пятна, значит, ну, как правило, действует просто по формуле центра масс, да, где роль плотности играет яркость в изображении, значит, на самом деле, для более-менее точного определения центра, координат центра пятна, это требует чуть больших пятен, чем, например, в кросс-корреляции используется. В кросс-корреляции, значит, мы не яркость, но корреляционную функцию, ее вершинку находим по трехточечной аппроксимации, и, соответственно, там оптимальный размер 2-3 пиксела. Значит, если мы находим с помощью формулы центра масс, то лучше, чтобы диаметр составлял 4-5 пикселов изображения частицы. Значит, либо, собственно, трехточечный гаусс, но уже где вместо кросс-корреляционной функции фигурирует яркость изображения. Вот. Значит, тогда вполне нормальные пятна 2-3 пиксела. Значит, но при этом помимо вот этих вот двух простейших существуют алгоритмы более сложные, учитывающие что? Учитывающие то, что у вас, ну вот, если яркость какого-то пиксела, там, я не знаю, 224 единицы из 255 в 8-битном изображении, это не означает, что это яркость всех точек внутри этого пиксела. Да? Это тот же гауссиан, но проинтегрированный по площади пиксела. То есть, на самом деле, яркость-то распределена непрерывно. Просто у нас матрицы дискретны, да, поэтому мы получаем отдельные яркости в пикселах. Вот. Так вот, на самом деле, есть методы, которые учитывают непрерывное распределение яркости, и они дают более точные результаты, хотя ценой существенно более тяжелых вычислений. А вот, значит, ну вот, если вдруг понадобится, в этой статье они некоторые приведены, значит, и приведено сравнение точности. Вот смотрите, значит, первое, это когда нам нужно только определить координату центра пятна, что, собственно, в ПАВИ и нужно, да, потому что разность координат даст нам смещение потом. Вот сравнение точности разных методов. ну вот, сплошная черная линия это, соответственно, трехточечный гаусс, а пунктир, вот, который практически ему противоположен, это формула для центра масс. Вот, как видите, они одного порядка, просто разных знаков дают погрешность. Значит, ну погрешность это вся очень и очень небольшая, то есть, вот, максимум тут это две сотых пиксела. Вполне можно на это пойти, если ваша цель определить только координаты, соответственно, центра пятна. Значит, но при этом заметим, что более сложные методы, ну вот, например, соответственно, значит, вот этими вот крестиками обозначен, соответственно, тоже гауссов метод, но с интегрированием, соответственно, непрерывного распределения яркости. Они дают вообще погрешность нулевую в этих масштабах. Вот. Когда они действительно нужны? Когда вы помимо координат центров пятен еще хотите знать с большой точностью размеры этих пятен. Ну, например, 5-ти часто используют в многофазных течениях, то есть, когда у вас значит, есть, ну я не знаю, пузырьки в шампанском, да, вот у вас есть течение жидкости, вы туда засеяли еще какие-нибудь мелкие частицы трассеры, да, чтобы отслеживать скорость течения жидкости, а есть движение пузырьков, которые движутся с другой скоростью, чем жидкость. А вот, жидкость вообще может почти покоиться, а пузырьки всплывают наверх, да, значит, поэтому, собственно, и пузырьков, если не очень много, то, соответственно, их удобно обрабатывать именно с помощью PTV. Но тогда, поскольку скорость всплытия пузырька зависит от, соответственно, его размера, да, но сила Архимеда зависит. А вот, поэтому, значит, вам еще хорошо бы знать распределение пузырьков по размерам. То есть, вообще говоря, из тех же изображений можно достать больше информации. Не только поле скорости жидкости, да, по трассерам, ну и, например, распределение пузырьков по размерам. И вот в этом варианте погрешность наших простых методов, да, трехточечный гаусс, формула для центра масс, вот эти вот квадратики, это, по-моему, четырехточечный гаусс, не сильно лучше. Видите, погрешность по определению диаметра составляет 25-30%. Это много. То есть, если вам нужно знать еще и с хорошей точностью размеры соответственно самих частиц их изображений, то тогда нужно использовать более продвинутые методы с непрерывным распределением яркости. А вот. Значит, этап третий. Значит, вот наведение того самого соответствия между размером, извините, между изображением частицы в первом снимке и с парой и во втором. Значит, по-английски это называется particle matching. Значит, это самый творческий процесс в PTV, вот, потому что если плотность засела велика и у вас много близко расположенных соответственно изображений разных частиц, велик риск их перепутать. Значит, соответственно, ну, опять же, начинаем с самого простого и банального. Да, метод ближайшего соседа. Значит, если в области поиска вокруг положения частицы на первом снимке на втором у вас оказалось несколько кандидатов, тупо выбираете того кандидата, у которого смещение меньше. Понятно, при большой плотности засела это ведет просто к систематической погрешности и занижении смещения, но надо же вам как-то выбрать из них. А вот, значит, второй способ, ну, видите, вот, существовал в начале девяностых, потом был на некоторое время забыт, значит, по технологическим причинам, а сейчас возродился совсем на новом уровне, как нечто самое модное в области полностью трехмерного соответственно ПИВ, так называемый метод shake the box, а вот, но это мы ближе к концу курса поговорим о нем. Значит, а идея, собственно, была в чем? Значит, что если у нас будет ПИВ-система, которая способна делать не два кадра, соответственно, и по ним вектора скорости, а четыре кадра, например, с одинаковыми временными промежутками между ними, соответственно, да, то тогда нам открываются новые возможности, потому что по паре кадров мы определяем просто вектор скорости. Значит, по трем кадрам мы можем найти оценку ускорения по вот этой траектории из трех соединенных друг с другом, соответственно. Ну, ускорение это вторая производная от координаты, соответственно, нам нужно три точки по времени. Вот, а по четырем кадрам мы можем найти соответственно производное ускорение по времени. Так вот, предполагается, что если у нас небольшой промежуток времени это занимает, соответственно, ускорение частицы должно быть близко к постоянному. Вот. Равно ускоренное движение. Вот. А, естественно, на длинной траектории оно будет меняться, но вот на небольшом промежутке времени можно надеяться на это. И тогда мы можем, вот, если у нас, когда мы рассматриваем соответствие первого кадра и второго, да, вокруг, вот у нас исходное положение частицы на первом кадре. Мы на втором описываем какую-то довольно большую область поиска. Вот. В ней много кандидатов на втором снимке. Мы для каждого из них соответственно рисуем вариант такой траектории. То есть пока это просто вектор смещения. Дальше. Для каждого из этих кандидатов мы уже на третьем снимке проводим соответственно свою область поиска. Там тоже, то есть дерево вариантов у нас ветвица потихоньку. И на четвертом аналогично. Но у нас уже есть например для соответственно того, чтобы искать кандидатов на третьем снимке у нас уже есть оценка смещения полученной из первого второго для каждой из траекторий. То есть мы просто продолжаем это смещение на ДТ вперед и ищем область поиска вокруг этой точки. Значит не вокруг исходной. Это позволяет нам использовать несколько меньшие области поиска на третьем четвертом изображении. А дальше когда у нас соответственно накопился вот этот вот граф из всех возможных траекторий мы для каждой траектории оцениваем соответственно величину производной ускорения по времени и выбираем ту траекторию где она ближе всего к нулю. Значит то есть вариант как видите основанный в общем-то на физических предположениях. Значит почему он был забыт? А потому что в принципе до сих пор самый распространенный вид пи-ви установок хоть соответственно для плоского пи-ви хоть для стерео а иногда даже для томографического они устроены по принципу двустволок. То есть там есть лазер с двумя головками который способен выдать два более-менее одинаковых импульса с очень короткой задержкой между ними но дальше ему надо перезаряжаться. Соответственно и камеры для пи-ви специализированные они устроены похожим образом. У них матрица разделена на две половины на первую половину соответственно получается записывается первый снимок на вторую половину второй снимок а дальше все это надо скидывать либо на компьютер либо во внутреннюю память камеры. На это уходит время. Поэтому как двустволка они соответственно пи-ви система стандартная она может сделать бац-бац с короткой задержкой для высокоскоростных течений соответственно сделать два снимка но дальше идет пауза и вот этой четырехкадровой конструкции тогда не получается. Вот но в последние там наверное лет 5-10 появились правда очень дорогие системы очень дорогие в первую очередь за счет многоимпульсного лазера которые способны выдать даже не 4-40 кадров с короткой задержкой подряд вот и соответственно это открывает большие возможности то есть в первую очередь можно отсеять ложные траектории которых в трехмерном пространстве гораздо больше чем в двумерном вот и восстановить не просто даже вектор скорости а восстановить вот эту вот длинную траекторию например для турбулентных течений она сама по себе ценна вот это вот так называемый метод shake the box а значит возвращаясь к нашему непосредственному значит ptv значит даже просто с парой кадров значит возможен так называемый релаксационный алгоритм он как видите тоже довольно давно возник а значит но неплохо применяется значит суть его в чем значит вот когда мы нарисовали область поиска на втором снимке и в ней обнаружили несколько кандидатов соответственно то мы для начала присвоиваем им всем одну и ту же вероятность единица на n плюс 1 n это число кандидатов потому что еще один кандидат это знаете как на выборах раньше было против всех значит это вариант что просто изображения частицы нету этой да ну например она выскочила из лазерного листа и соответственно на втором снимке просто отсутствует а вот значит поэтому как бы еще один кандидат это потеря изображения частицы а дальше мы итерационно обновляем вот эти вероятности по и ты вот по следующему правилу значит ну коэффициенты тут специально подобраны значит чтобы сходимость обеспечить значит часть как видите на н-ном шаге вероятности по и ты и ты и ты это вероятность того что значит изображением и ты частицы на первом снимке является изображение житой частицы на второй то есть смещение из и в жи а вот значит так вот некий вклад вносит та вероятность которая у нее была на предыдущей итерации для этого перехода вот но сильный довесок к новой вероятности дает вот это вот q это такая хитрая сумма значит в сумму входят вероятности всех переходов из k в l которые удовлетворяют следующему условию что если координаты центров частиц и и к то есть это все на первом снимке происходит то есть если на первом снимке катая частица близка к этой близка в терминах на расстояние меньше вот этого заданного тн то есть если катая частица это вот такой сосед и той частицы то она должна и сместиться похожим образом то есть смещение из и в жи должно быть похоже на смещение из к в л л это кандидат уже для перехода один из кандидатов уже для перехода к этой частицы на втором снимке вот то есть собственно говоря это завязано на что завязано на то что если у нас поле смещения гладкое то соседние частицы смещаются схожим образом вот это просто математическая формализация этого рассуждения а вот значит ну и понятно что чем больше у частицы соседей которые смещаются примерно как и 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 тем быстрее растет ее вероятность такого перехода то есть вот эта формула она поощряет гладкость поля смещения ну грубо говоря не что у нас переходит не вот если у нас несколько частиц близко друг от друга значит что не переход вот такой да заведомо негладкий но вы остальных соседей не найдете которые сместятся вот примерно так же да а переход например какой-то вот соответственно если я еще пририсую вот какой-то вот такой такой и этот еще какой-нибудь такой то есть вот это будет иметь существенно большую вероятность через некоторое количество итераций значит естественно посчитанные по вот такой формуле вероятности не будут удовлетворять условию что их сумма равна единице это плохо но это легко нормируется то есть на каждой в конце каждой итерации производится нормировка вероятности чтобы их сумма вместе с вероятностью потерять частицу равнялась единице а вот ну и алгоритм в принципе устроен так что в большинстве случаев довольно быстро значит вероятность одного кандидата стремится к единице а всех остальных стремится к нулю поэтому через несколько итераций мы просто выбираем кандидата с максимальной вероятностью считаем это за истинный переход ну вот всякие тесты в том числе для теневого фонового метода сделанные значит они показывают что это дает выигрыш по сравнению с методом ближайшего соседа то есть если метод ближайшего соседа позволяет найти смещение которое не больше чем половина расстояния между соседями то тут соответственно начинает сильно сбоить когда смещение больше чем удвоенное среднее расстояние между соседями то есть вообще говоря в 4 раза большее смещение значит имеет смысл соответственно за это бороться но при этом значит бывает например соответственно проблема если у нас это не пиаи а теневой фоновый метод если мы нарисовали регулярный фон ну вот как на фотографиях с конвекцией в воде я вам показывал а вот значит тогда что тогда есть период решетки и относительно сдвигов на период фона наш фон инвариантен и если у вас смещение возможно больше чем на пол периода то мы не сможем решить это вся решетка сдвинулась вправо на чуть больше чем пол периода или влево чуть меньше чем на пол периода при этом информация о соседях о смещениях соседей на которой основан релаксационный метод нам ничего не даст потому что они могут вообще вот так переехать все хором на одно и то же смещение вот ну это как бы значит на практике это приводит к появлению таких доменов в которых смещение отличается на плюс n периодов решетки вот реально это показывает что если вы используете соответственно теневой фоновый метод лучше рисовать нерегулярный фон вот у которого таких проблем нету а вот значит но естественно как бы вот когда полное совмещение может быть достигнуто соответственно просто смещением всего на какую-то величину тут информация о соседях вам ничего не даст вот значит дальше иногда значит пятна отличаются которые значит дают частицы они могут отличаться по размеру яркости вот и если это так то этим можно воспользоваться да то есть можно дополнительно значит к информации о возможных смещениях вписывать ну у вас один значит сама частица маленькая и тусклая вот а среди двух возможных кандидатов на втором изображении один маленький и тусклый а другой большой и яркий какой вы выберете естественно маленького и тусклого а вот похожего на изображение в первом вот то есть опять же это можно формализовать соответственно либо это могут быть дополнительные фильтры просто при выборе кандидатов а либо можно вписать это эти слагаемые в специальную минимизируемую оценочную функцию а либо модифицировать выражение в релаксационном алгоритме которые для вероятности используются для обновления чтобы учитывали еще и отличия по размеру и яркости изображения частиц значит ну и в последние там лет 10 наверное значит даже 10-15 в 5-е активно используются нейронные сети вот используются на двух этапах на тех самых двух творческих либо для бинаризации изображений то есть чтобы разделить если у вас плотность засева высокая и много перекрывающихся изображений частиц вот чтобы их разделить можно попытаться натренировать нейронную сеть а значит либо собственно при паттерн мэчинг да то есть при установлении соответствия между первым и вторым снимками значит основная проблема нейронных сетей почему значит в пи-ви в теневом фоновом методе они пока не показывают так сказать ну таких блестящих результатов как например соответственно при распознавании автомобильных номеров или там лиц по видеосъемке на улице значит проблема вот какая значит большинству нейронных сетей для работы требуется массив данных для обучения значит то есть нейронная сеть ведет себя как исключительно тупой но очень старательный студент значит то есть если ей скормить 500 правильно решенных задач а потом дать 501 очень похожего на эти 500 то она наученная предыдущим опытом выдаст что-то похожее на правильный ответ ну наверное в ходе подготовки соответственно к поступлению в МГУ вы примерно этот процесс проходили да абитура в этом плане очень похоже на нейронную сеть а вот а значит если речь идет грубо говоря распознавание автомобильных номеров то понятно как взять этот самый массив данных для обучения вы берете результаты соответственно реальной видеосъемки сажаете кучу нанятых людей и те вручную вам распознают выписывают правильные ответы да по этим самым изображениям после этого это скармливается нейронной сети и все больше значит вам эти самые нанятые люди не нужны а компьютер делает их работу быстрее и за бесплатно но что касается гидродинамики то откуда там взять правильные поля скорости значит вариант на самом деле два либо использовать реальные экспериментальные изображения но обработанные каким-то другим методом да ну той же кросс-корреляции то есть считать за истинное решение соответственно результаты кросс-корреляции плюс в том что реальные изображения они как бы обладают всеми реальными дефектами блики значит плохо сфокусированная оптика соответственно просто дефекты оптики вот неравномерность частиц по размеру засеваемых и так далее и так далее и так далее но проблема в том что тогда результат который вы получите с помощью нейронной сети будет иметь как минимум ту же погрешность что была исходно в кросс-корреляции то есть более точными они заведомо быть не могут потому что в исходных данных соответственно на которых обучали нейронную сеть была погрешность а вот соответственно второй вариант который из-за этого большинство людей предпочитает да еще один минус естественно в том что когда вы перейдете к изучению другого течения да соответственно чего-то поменяете в своей экспериментальной установке вам придется нейронную сеть обучать заново а вот а потому что изображение просто изменится характерах даже если просто экспозицию поменять а вот так вот значит большинство людей предпочитает другой вариант а именно синтетические изображения то есть мы задаем некие поля смещения тогда мы знаем правильный ответ и на их основе стараемся сгенерить изображение похожие на реальные а вот искармливаем вот этот массив данных нейронной сети проблема естественно в том что синтетические изображения полностью похоже на реальные никогда не будут то есть в реальных изображениях может случиться какой-то источник погрешности а вы ее даже не почувствуете да соответственно потому что нейронная сеть вам что-то выдает какие-то поля скорости вы их считаете правильным значит поэтому в реальности соответственно часто используют и реальные изображения и синтетические соответственно синтетические делят на две части на одних обучают на других проверяют просто величину погрешности хотя бы на синтетике вот значит но вот такая проблема есть в этом плане более перспективные так называемые physics informed neural networks PNN которые вместо массива данных для обучения используют минимизацию соответственно численной аппроксимации уравнений гидродинамики то есть понятно что поля скорости у нас не могут быть произвольные например они должны удовлетворять физическим уравнением хоть с какой-то погрешностью а вот и вот эту погрешность можно минимизировать то есть невязку уравнений для каждого поля скорости ну вот об этом мы еще чуть-чуть поговорим когда будем ассимиляцию данных обсуждать соответственно вот в том числе нейронные сети там применяются значит ну вот смотрите то есть разница двух подходов по результатам еще в чем кросс-корреляция прекрасно значит измеряет большие смещения при условии что у вас маленькие градиенты смещения значит может быть очень большая плотность засева то есть ей чем больше изображений частиц тем лучше а вот в принципе позволяет делать поменьше области опроса вот значит но боится градиентов смещения то есть больше чем вот эти вот 0.4 0.5 пикселов на пиксел все результат кросс-корреляции будет неверным а PTV наоборот очень терпим градиентом смещения ну потому что идентифицирует просто вот смещение одного соответственно одной частицы если не применяется релаксационный алгоритм потому что релаксационный алгоритм использует информацию о соседях если физически соседи сдвинули сильно по-разному то ему тоже будет плохо вот а значит но при этом PTV очень не любит больших смещений больших по сравнению с расстоянием между соседними изображений значит поэтому естественно как видите довольно давно в 95-м году вот Рональд Адриан соответственно его автор Кин значит им пришла в голову совершенно естественная идея давайте скрестим ежа и ужа вот и исправим недостатки обоих за счет скрещивания то есть идея была в чем значит они это назвали super resolution PIV а вот ну сейчас это часто называется гибридная обработкой то есть сначала мы проходим крос-корреляции но результат который она выдаст считаем за грубую оценку поля смещений а дальше уже зная примерно где искать у нас же вектор смещения есть да выданный крос-корреляции значит мы сдвигаясь от изображения соответственно частицы на первом снимке на этот вектор смещения потом на втором снимке в полученной точке рисуем небольшую область поиска и ищем там как в PTV ищем там изображение частицы за счет вот этой предварительной оценки с помощью крос-корреляции мы можем нарисовать очень небольшую область поиска нам не нужно все большое смещение определять нам нужно только уточнить тот вектор который у нас уже есть соответственно тогда в идеале мы можем продвигаться просто методом ближайшего соседа да потому что нам в PTV части остается найти очень небольшие смещения вот значит и все и здорово мы получаем уже не как в крос-корреляции один вектор смещения на группу частиц из 5 и 7 как минимум а мы получаем вектор смещения на каждое изображение частицы которому мы нашли соответствие то есть идеал в смысле пространственного разрешения все здорово немножко вычислительно тягомотно потому что сначала делается кросс-корреляция потом делается PTV дополнительно ну ничего страшного компьютеры сейчас мощные значит минус какой а на самом деле этот подход дает улучшение пространственного разрешения но не дает устойчивости к большим градиентам смещения почему потому что если градиент смещения больше тех самых 0.4 0.5 пикселов на пиксел то первоначальная оценка смещения кросс-корреляции будет в корне неправильной помните мы соответственно ну вот по значит частотному отклику смотрели что отклик может быть вообще другого знака то есть кросс-корреляция может определить вектор смещения вообще другого знака чем истинный вот а и это приведет к чему с точки зрения PTV к тому что мы будем искать в неправильном месте либо нам надо расширять тогда сильную область поиска но извините тогда мы возвращаемся к чистому PTV который не любит больших смещений вот и требует маленьких плотностей засела либо соответственно мы найдем не ту частицу тогда у нас будет ошибочный вектор смещений значит ну вот иллюстрация этого на примере вот который мы уже видели соответственно конвективной струе в воде от горизонтальной нагретой проволоки вот справа численное моделирование соответственно которое мы считаем истинным решением слева результат гибридной обработки вот в частности для этого мы делали полурегулярные такие фоны для того чтобы можно было с одной стороны они были не совсем регулярными а вот а с другой стороны значит можно было задавать минимальное расстояние между соседними пятнами да чтобы не было изображений двух близко случившихся соответственно пятен с которыми у питьеви будут сложности вот а значит ну вот результат то есть с одной стороны выше определенного момента все очень-очень неплохо с другой стороны там где близка уже нагретая проволока которая примерно тут находится вот там градиенты смещения огромные плюс деформации изображений пятен и уже и первоначальная оценка кросс-корреляции смещения совершенно неправильная так еще и питьеви плохо вот эти вот размытые в теневом фоновом методе сильно деформированные размытые изображения пятен близ проволочки они вообще в серую кашу превращаются а вот соответственно не может их выделить как отдельные изображения а вот значит поэтому на самом деле от больших градиентов смещения к сожалению вот этот гибридный подход не спасает вот хотя он позволяет получить больше векторов смещения это правда а значит ну и плюс именно в пятивишной интерпретации легко понять принципиальный предел всех методов основанных просто на сравнении двух изображений значит дело в том что если у вас градиент смещения один пиксел на пиксел и больше да то в теневом фоновом методе может быть такая история вот представьте себе два пятна на первом снимке между ними расстояние d вот но для простоты положим что левое пятно остается на месте никуда не смещается градиент смещения единица это означает что в худшем сценарии вот это соседнее пятно которое было на расстоянии d смещается влево на расстояние d градиент то единица и накладывается на наше первое пятно это худший сценарий безусловно но результат какой у нас на первом изображении два пятна на втором изображении одно пятно в реальности конечно градиент смещения постоянным не бывает поэтому в реальности у нас будет что-то вот размазанное по по всей области где были два пятна и смещение чего вы хотите определить тогда то есть вообще говоря любые методы которые можно называть однокадровыми в том плане что у нас рабочее изображение только одно да есть опорное изображение есть рабочее мы их сравниваем а вот вообще говоря имеют предел под названием градиент смещения один пиксел на пиксел ни один алгоритм обработки изображений вам из вот такой картины правильный вектор смещения в общем случае не получит вот это принципиальная штука но при этом как видите то есть у кросс корреляции предел грубо говоря там 0405 в принципе он единица и естественно вопрос а можно ли предложить какие-то методы которые вот хотя бы смогут продвинуться от 0 5 ближе к единице значит вот дальше по курсу мы эти методы и рассмотрим обязательно что-то то что-то